Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня 4 февраля и мы с вами завершаем изучать 6 урок по посланию к евреям. Урок назывался Иисус верный первосвященник. Памятный стих. Евреям 7 глава 26 стих. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Евреям 7.26 На этой неделе мы с вами рассматривали первосвященство Иисуса Христа с разных сторон. И мы увидели, что его первосвященство оно уникально и что оно именно должно было сочетать в себе вот эти качества, которые мы рассматривали на этой неделе. Давайте мы еще раз посмотрим на них. Во-первых, Иисус должен быть, или точнее у нас должен быть первосвященник, который представляет людей. И Иисус стал таким первосвященником. Иисус стал священником от имени людей. Мы с вами читали Евреям 5 главу и отрывок, в котором говорится о том, что «Всякий первосвященник из человеков, избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Итак, такое свойство должно быть присущим первосвященнику. Он должен быть от имени людей, он должен понимать их нужды и должен уметь снисходить к их немощам и слабостям. И Иисус стал таким священником. Священник также должен быть по чину мелхиседека. Что это означает? Это означает, что священник должен быть выше, чем чин ааронов, который был временный, который был привязан к Ветхому Завету, а Ветхий Завет, как мы знаем, ушел в прошлое. Нам нужен другой священник по чину мелхиседека. И Иисус стал таким священником. Нам нужен совершенный священник. То есть, он сам по себе должен быть совершенным, и его служение должно приводить к совершенству. И вот это очень важный момент. Давайте мы задумаемся, каким образом служение Христа, как первосвященника, приводит нас, людей, к совершенству. Следующий момент – это вечный священник. И Иисус должен быть вечным священником. Нам нужен вечный первосвященник, потому что достаточно уже нам довольна того временного священства Ветхозаветного, которое прекращается. А служение Христа, оно простирается в вечность. Нам нужна именно такая личность, которая сама по себе обладает свойством, характеристикой вечности своей жизни. Это Иисус Христос. Нам нужен также безгрешный первосвященник. То есть, тот, кто будет святым. Почему безгрешный первосвященник нужен нам? Потому что его святость, святость Иисуса Христа, его безгрешность, вменяется нам по вере нашей. Потому что мы сами по себе люди, как грешные люди, не можем сблизиться с Богом. Но мы можем сблизиться только через Иисуса Христа. Но если наша жизнь не будет меняться, если мы так же и будем оставаться грешниками, то никаких добрых результатов не принесет это служение, потому что мы, в конце концов, все равно погибнем. Поэтому нам нужен безгрешный, святой первосвященник, который может поделиться с нами своей святостью. И давайте сегодня мы с вами поразмышляем над вопросами, которые возникают при изучении этих тем. Иисус верный первосвященник. Он священник от имени людей. Почему именно от имени людей? И что это дает, что Иисус является священником именно от имени людей? Что Он стал человеком, вочеловечился? Что это изменило? Что поменялось бы, если бы Иисус не стал человеком, а был бы первосвященником, оставаясь на небе в своем положении? По второму моменту, по чину Мелхиседека. Что это означает? Что за чин Мелхиседека? Поразмышляйте об этом. Ответьте для себя. Совершенный священник. Почему Иисус должен был быть совершенным священником? Почему совершенство требуется от священника? Вечный священник. Что это означает и к чему это приводит в то, что Он является вечным? Безгрешный священник. Святости Иисуса Христа. Почему она важна? Почему мы сегодня можем пользоваться этой святостью? И каким образом это происходит? Поразмышляйте над этим. Итак, вот такая тема. Я хочу завершить цитатой Эллен Уайт, которая приводится здесь в урочнике из библейского комментария АСД. Христос бодрствует. Он знает все о нашем бремени, наших опасностях, трудностях и наполняет свои уста доказательствами в нашу пользу. Он приспосабливает свои ходатайства к нуждам каждой души. Как поступил в случае с Петром. Наш ходатай наполняет свои уста доказательствами, чтобы научить своих испытуемых, искушаемых, чтобы укрепить их против искушений сатаны. Он понимает каждое движение врага. Он руководит событиями. Итак, мы видим, что у нас есть первосвященник, сочетающий в себе такие уникальные свойства, и что он на небесах ходатайствует за каждого из нас. Он находит повод, чтобы ходатайствовать за вас. Как живя на земле, Иисус всегда находил повод, чтобы снисходить грешникам, заблуждающимся. Он всегда находил какое-нибудь оправдание тому, что люди, они не знают, что делают. Они не ведают, что творят. Они еще не просвещены. Они еще находятся во тьме. Они рождены в состоянии греха, греховности. Они унаследовали греховные наклонности. И Иисус всегда находит причину для того, чтобы снизойти, для того, чтобы найти какое-то обоснование своему ходатайству перед Богом. Отче, прости им. Отче, прости им. Так и сегодня. Иисус наполняет свои уста аргументами, для того, чтобы молиться за каждого из нас. И находить поводы, находить причины, для того, чтобы сказать Отцу, Отче, прости им. Ты же видишь, что им непросто, им нелегко. Мы такого первосвященника имеем, который сам по себе свят, но при этом он простирает руку и обнимает. Каждого из нас притягивает, привлекает к себе и с собой вместе подводит к своему Отцу. Слава Ему за это. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам такого первосвященника. Таков и должен быть у нас первосвященник. Господь, мы славим, что он у нас есть и что он таков. Благослови, Господь, чтобы священство Христа и его ходатайство на небе принесли добрые плоды в нашей жизни. Помоги, чтобы наши сердца были открыты и чтобы мы вместе со Христом могли бы спасать еще и еще души в этом мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, друзья, что продолжаете изучать послание к евреям. Пусть Господь благословит вас в преддверии субботнего дня. Пусть Господь благословит вашу субботу. И мы прощаемся с вами. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...